В преддверии Дня архивов России, который отмечается 10 марта, Государственный архив новейшей истории Ульяновской области организовал школу молодого историка. Лекцию по генеалогии и мастер-класс по работе с рукописными документами провела приглашенный специалист из Государственного архива Рязанской области Екатерина Дворникова. Екатерина Викторовна, здравствуйте. Хочу начать наш разговор с вашей странички ВКонтакте, где вы называете себя самым вредным архивистом. Почему? Ну, потому что я старалась иногда, иногда в выражениях я не очень стеснялась, но старалась просто показать эту изнанку архивной жизни. Она намного сложнее, намного больше, и проблем у архивистов очень много. И вы знаете, благодаря этому моему блогу, который я сейчас продолжаю вести ВКонтакте, люди стали по-другому относиться к этой профессии, люди стали более уважительны, более понимающие. Потому что иногда нам кажется, что что-то люди не делают из вредности как раз. Ну вот не хотим мы вам давать и не дадим. А ведь чаще всего в большинстве случаев у этого всегда есть очень объективные причины. Да, не просто мы не хотим, а есть на это какие-то, правда, причины. Либо мы это дело не можем дать. Все равно архив, он работает по правилам. Мы же все хотим, чтобы в каждом нашем учреждении работало по правилам. И эти правила, они уберегают нас от анархии в архивном деле. Поэтому правила, они у нас есть, мы им следуем. Да, возможно, они кому-то не нравятся. Люди хотят побыстрее, без очереди, еще что-то. Может, не нравится ведь все, что угодно. Если послушать некоторые жалобы на архиве, иногда не нравится, ну, знаете, было бы к чему придраться. Вот я все равно, мы найдем. Поэтому мне хотелось просто показать архивиста, не человека такого, знаете, из 70-х годов, когда архивы были достаточно закрытыми учреждениями, а показать современного молодого архивиста, открытого архивиста, готового дискутировать, готового отвечать на неудобные вопросы. Но все-таки архивиста, который сохраняет человеческое лицо и готов помогать сторонним людям, которые приходят к нам в архив. Одно из направлений деятельности у вас – это генеалогия. Вот почему вы стали заниматься генеалогией? Какая-то причина была? Но сначала, знаете, я сама, то есть у меня есть другие научные интересы. О генеалогии я пришла просто сначала по своей работе, потому что я возглавляю архив в архиве отдела публикации научного использования документов, которые и занимаются исполнением генеалогических запросов. Поэтому я здесь шла больше не от своих каких-то интересов, то есть если бы были мои интересы, он был бы интересен очень узкому кругу людей. А я шла больше от тех интересов, что нужно было пользователю. Потому что иногда люди просто даже не знают, как подступиться. А я им рассказываю о том, что это главное – хотеть, но можно научиться всему. И как это сделать правильно, чтобы подойти к этому готовым и сделать это без ошибок. Генеалоги даже в принципе суеты не любят. Это дело для терпеливых, усидчивых людей. И я им рассказываю, как избежать ошибок, чтобы потом в твоем родословном древе не было чужих родственников, а были только твои кровные. Ну, давайте немножечко расшифруем. Генеалогия – это, собственно, история семьи, да? Да, это вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает родословные, семейные связи. Сначала, конечно, она возникла как вспомогательная дисциплина, только как и дворянская генеалогия, когда в 18-19 веке нужно было подтверждать свою сословную принадлежность. Сейчас же генеалогия, она доступна всем. К какому бы сословию ваши предки ни относились, это будет интересное исследование, можно найти массу интересных, понимающих фактов. И в предыдущем это очень важно для самих себя вообще понять, кто мы на этой земле, да, кто были наши предки, и почему мы получились именно такие, какие мы есть. Потому что мы очень много взяли от наших предков. Конечно, сейчас есть такие современные еще веяния в генеалогии, психогенеалогии, еще что-то начинают какие-то, вы знаете, разберитесь со своими предками, у вас есть проблемы оттуда. Нет, человек сам делает свою жизнь. Но все равно какие-то черты своих предков мы берем. И просто изучение истории семьи помогает нам лучше понимать историю нашей страны. Ну, генеалогия – это всегда, как правило, открытие, открытие для самого человека. Я говорю, а вот для вас какое самое яркое было открытие с тех пор, как вы стали заниматься генеалогами? Если бы взять истории других людей, я, например, нашла, люди хотели подведить в свое дворянство, я нашла им принадлежность к семье графика, художника, иллюстратора прижизненного еще Николая Васильевича Гоголя, Петра Михайловича Баклевского, уроженца города Рязани. Но то, что самое обидное в этой ситуации было, когда я начала с горящими глазами рассказывать об этом людям, им это было неинтересно. И у них был единственный вопрос – ну, дворянство-то вы нам доказали? Да кто бы знал про вашу дворянскую семью, если бы не принадлежность к Петру Михайловичу Баклевскому? И вот мне всегда обидно, что для людей, которые приходят в генеалогию, только какую-то материальную выгоду получить. И если они это получить не могут, они тут же к своим предкам теряют интерес. А он не должен, это не должно быть что-то материальное. Мы в этом приходим, чтобы разобраться, может быть, в себе, в своей истории, чтобы передать свою историю уже своим детям, внукам и так далее. Чтобы быть, особенно в наш век цифровых технологий, что от нас останется? Воспоминания, дневники, переписка. То, чем богаты фонды личного происхождения любого регионального архива, сейчас в наших семейных архивах это ведь практически нет. И только люди, которые занимаются историей своей семьи, они понимают и значимы, начинают вести дневники и писать больше писем от руки. Наши смс-ки в мессенджерах никому вообще потом нужны не будут. От нас ничего не останется. Именно генеалогия позволяет нам хоть какой-то след на земле оставить. Вы уже сказали, что генеалогии, истории своей семьи стали больше интересоваться. Это направление стало популярным. А вот с чего начать? Человек хочет изучить историю своей семьи. Куда ему идти? К кому обращаться? Начать лучше с самого себя. Потому что большинство наших документов, с которых мы могли бы начать наш поиск, они находятся у нас, в наших семейных архивах. Очень часто мы это называем обычными бумажками. Да, и поэтому люди очень часто, понимаете, бумажку вы можете выкинуть. Я всем говорю, разберите свои семейные архивы и прекратите эти вещи называть бумажками. Назовите это документом, даже вслух для себя произнесите, что это не бумажка, а документ. И уже документ вы в мусорку не читаете, не выкинете. Просто у нас были такие случаи, когда люди приходили, ну, для каких-то, ну, не связанных с генеалогией вещей, подтвердить получение жилья. И она не помнила никогда, не это жилье у нее семья получала. Никто выдавал там решение, какой у исполком это был. И когда я начинала с ней разговаривать, она только произнесла, ой, какая-то бумажка у нас была, там было что-то про исполком написано. То есть когда-то в семье был нужный документ. Она, как бы разбирая после смерти мамы эти документы, решила, что это какая-то бумажка ненужная. И выкинула-то даже не читая. А там было право на ее собственность, на эту квартиру. И теперь она пришла, чтобы за деньги уже это восстановить. А это уже сложный процесс, потому что она не помнит ни дат никаких, ничего она не знает. А когда-то в семье этот документ был. И если бы уважение к семейным документам было бы, семья бы никогда их не потеряла. Они бы считали, что это бумажка и это выкинули. Поэтому начинать нужно с разбора семейных архивов. А еще ведь очень важно, пока живы наши взрослые члены семьи, это же хороший момент пообщаться с ними. Бабушками, дедушками. У бабушек и дедушек есть братья и сестры, возможно. То есть больше общаться, расспросить их об их жизни. Иногда какие-то, нам кажется, незначительные подробности потом нас оживят. Понимаете, ведь генеалогия это не только какие-то даты и события. Кто когда родился, женился, сколько детей было, когда умер. Нет. Это история населенного места, где вы проживали. Что происходило в этом месте? Ведь краеведение от генеалогии, оно неотделимо. Дойти потом до регионального архива и поработать с документами дореволюционными, вы всегда успеете. Архивы все сохранят. А вот эта тема от нас может уйти. Люди уходят, и мы не успели с ними ни договориться, ни наговориться, ни что-то от них узнать. Вот, например, может лежать альбом с фотографиями старинными в семье без одной подписи, и все, больше не будет человека, который хоть что-то сможет рассказать. То есть потом можно продолжить и самим уже работать в архиве? Конечно же. Вообще, вы знаете, ведь генеалогии-то можно, например, подать запрос в архив, вам сделают архивисты. Это платная всегда будет услуга. Можно нанять частного исследователя генеалога, профессионального, это тоже платно. Но, возможно, если ваши предки проживали в регионе, в котором вы теперь не живете, ну, возможно, через запросы как-то это действительно лучше. Но если вы живете в регионе, откуда ваши предки, и вы можете сами ходить в архив, ну, поверьте мне, это как раз вот та родословная будет, которую вы сделаете своими руками. Вы каждое имя пропустите через себя, и это будет намного важнее. Вы не только получите готовый какой-то результат, вы его проживете, вы проживете жизнь своих предков, работая с этими документами. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Все было интересно. Желаю вам успехов в вашем нужном и важном деле, не только для семьи, а для всей страны, мне кажется. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители.